А вот здесь, в кафе Эль Бар, все те, кто решил принять участие в реализации пока еще для всех непонятного, но очень сказочного проекта под названием «Французский сад». А вот ребята из Сенегала и Конго, они студенты факультета лингвистики УРФУ, к проекту имеют пока косвенное отношение. Просто на их родине административный язык французский. Мы как гости, потому что это еще первый раз, мы не знаем, что у нас там будет, поэтому мы еще... А это уже русская девушка Алена, студентка того же факультета лингвистики. Ее курсовая – это описательный проект по французскому саду. Говорит, мне очень хочется посмотреть, как преобразится храм Косого Брода в окружении французского сада. Поэтому я здесь, чтобы посмотреть это своими глазами, описать и рассказать людям в данном проекте. Представитель городской администрации Эльмира Самохина говорит, что сегодня в Полевском городском округе создаются арт-проекты и туристические проекты. На территории формируется так называемая логика гостеприимства. Далее мы прокладываем сегодня ногами мраморный маршрут или мраморную милю. Вот буквально сегодня защита идет с Колково, мраморного кластера, глава сегодня его там представляет. И сегодня у нас еще будут два представителя Екатеринбургской галерии современной искусства, с которыми делаем этот международный проект мраморный кластер. Так что, я думаю, сегодня у нас начало очень большого и великого дела. Представители сферы оказания услуг заинтересованы в совместных проектах с администрацией, с туристическим бизнесом, по встрече гостей, по предоставлению им услуг общественного питания, комплексного гостиничного обслуживания, чтобы люди могли получить комплекс услуг. И вот уже гости в косом броду. А вот он храм Покрова Пресвятой Богородицы. Настоятель храма, отец Андрей, рассказывает генеральному консулу Франции в Екатеринбурге Эрику Мие о будущем храма, в котором сейчас идет внутренняя отделка. А Наталья Фадеева, руководитель Свердловской региональной общественной организации «Друзья Франции», поясняет, откуда пошла идея французского сада, которую так горячо поддержал Полевской. Мы очень хотели совместить множество самых интересных идей, которые сейчас волнуют мир. В первую очередь, это международное сотрудничество, дружба. Во-вторых, это как можно больше вложить в образование в отечественное. И в-третьих, год текущий объявлен годом экологии. Поэтому у нас появился такой замечательный проект, который называется «Экопроект». И главной его целью является разбить огородик, французский огородик, вокруг восстанавливающегося храма. Стриженная изгородь ограничивает его. А потом, собственно, презентация проекта будущего сада. Его автор Александр Пеленев – дизайнер и одновременно преподаватель художественной школы. Говорит, обдумывали проект вместе с учащимися школы. За основу взяли основные цвета французского и российского флагов. Вокруг этого все будет крутиться. Что такое французский сад? Это, естественно, очень упорядоченные, строго, геометрические формы. Основной принцип французского сада – это идет основная аллея, галерея, которая упирается в какое-то здание. Французский консул, кажется, многое знает о русской зиме, поэтому высказывает свои опасения. Это бви, я не знал, как это на русском. Но это такие деревья, которые остаются с листьями даже зимой. Вечно зеленые. Да, потому что понятно, что это не будет синый, белый и красный зимой. Потом гости посетили памятники села Мраморское. Посадили аптекарский огород около восстановленного храма Иоанна Предтечи. Вместе с жителями села заложили плиту будущего памятника основателю села Якову Даненбергу. А вот такой гостевой маршрут теперь может появиться в Полевском городском округе. Ольга Фролова, Алексей Крепанов. Новости. Твой день.